Я на самом деле ответил, сказал, но я просто повторю. Я сказал, что действие благодати – это как дорога с двусторонним движением. Мы откроем с вами послание к евреям, 8 главу, 10 стиха. Вот завет, который завещают Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Я думаю, что здесь понятно, здесь речь идет о Новом Завете. Это он цитирует Павел, пророка Еремию, и говорит о Новом Завете, то есть о времени благодати. Вот завет, который завещают Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. «И вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий не воспомяну более». Значит, это 10, 11, 12 стих. Здесь коротко изложено, через пророческое слово, суть того Нового Завета, который мы имеем в Иисусе Христе. То есть Завета Благодати. Здесь коротко изложена сущность, суть самой благодати. Благодать, знаете, некоторые говорят, что благодать – незаслуженная милость. Но, во-первых, милость не бывает заслуженная. Во-вторых, конечно, благодать незаслуженна, но это немножко примитивное представление о благодати. Если вы откроете вторую главу к Ефесянам, то вы увидите, там описана благодать. Благодать – это сверхъестественная Божья помощь, данная нам для возрождения и освящения. Благодать – это совокупная работа любви и Духа Божьего, благости Божьей в наших сердцах. Благодать – это присутствие Бога во Христе в наших сердцах. А можно сказать так, что великий, всемогущий, святой, бессмертный Бог не пожелал, чтобы мы, грешные, слабые и смертные люди, погибли и остались вдали от Него. И поэтому Он приготовил нам встречу. И в этой встрече Он приготовил нам дар себя самого в лице Иисуса Христа. Вот это и есть благодать. То есть, если мы не хотим, то действие благодати всегда носит двухстороннее движение. Она учит, вложу законы и в мыслях, и в сердцах их, и она открывает нам прощение, не вспомню больше грехов. То есть, она возрождает нас, открывает нам доступ к Богу, и она явилась благодать спасительная и научающая. Очень многие люди, они готовы принимать благодать, несущую им прощение, приятные чувства, но очень мало направляются к тому, чтобы эта благодать также проявила себя как научающая. Такие люди, в общем-то, они превращают благодать в повод к распутству. Ну вот это коротко я сказал. Ты будешь погромче? Ну, я практически всё сказал. Мы никогда не можем использовать слово, которое дано нам для жизни, для наставления, да? Применять его к другим людям, чтобы получить что-то корыстное. То есть, молоко, которым козлёнок должен питаться, это не соус, которым можно сварить. Понятно? Или не очень? Корыстное – это всё, где я хочу получить выгоду. Это не только деньги. Не только... Ну, от человека я хочу что-то корыстное. Ну, мне вот хочется, например... Мне вот хочется... Ну, что сказать? Ну, я приведу вам другой пример. Это был один брат, и у него такая немножко сложная была жена, и он всё время её пытался перевоспитывать. И однажды приходит ко мне и говорит, Ричард, мне такой сон приснился, что я варю свинину в молоке, и этим ужасным варевом пою свою жену. То есть, он использовал высокоморальные слова, каким должен быть христианин, с вполне конкретной целью – заставить её сделать, что он хочет. Понятно? Да, любовь не ищет своего. То есть, варить козлёнка в молоке матери – это использовать как приправу для себя, для корыстных целей. Что-то, что должно на самом деле давать жизнь. И это очень плохо. Но мы так иногда делаем. Говорим какие-то моральные слова, высокоморальные на самом деле, подразумевая, что мы хотим, чтобы человек вёл себя таким образом, как нам хочется. И это плохо. Понятно? Кто войдёт в спасённые народы? Ну, я думаю, что вечность... Я не могу сказать все, кто войдёт в спасённые народы, понимаете? Я могу сказать только одно, что когда Христос придёт, то церковь, святые его, они войдут в Новый Иерусалим, да? И, безусловно, существуют люди, о которых трудно сказать, что они войдут в церковь. Но не всегда, может быть, можно сказать, что эти люди погибнут. Я вам самый простой пример приведу. Самый простой. Абортированные дети. Что с ними делать? Они рождены от нечистых людей, да? Никто не рождается чистым от нечистых. В этом смысле они в церковь вроде войти не могут. Отправить их всех в ад? Да вроде это противоречит словам Господа пророку Ионе, который сказал, что он не может не пожалеть, не умеющих отличать правой руки от лев. Чего с этими людьми делать? Не знаю. Вот, может быть, эти люди войдут в спасённые народы. Понимаете? Теперь такая вещь. Мы прекрасно понимаем, мы понимаем, что когда Христос придёт, то кто-то возьмётся, а кто-то останется на великую скорбь, да? А теперь представьте себе себе такой момент. Такой момент. Вот человек, он по своему состоянию не должен был войти в восхищение церкви. Но он умер раньше, чем Христос пришёл. Что с ним делать? Он в восхищение не попадает. На великую скорбь тоже не попадает. Он умер уже. Может быть, всё-таки эти люди... Это моё предположение, да? Это только моё предположение. Может быть, всё-таки эти люди, они не могут войти в невесту. Но они... Видите, Запад говорит, что со второго суда все идут в погибель. Виктор Иванович так не считал, и я тоже так не считаю. Я считаю, что суд у Белого престола, суд у Белого престола, в нём никто не оправдается своими делами. Но всё-таки написано, что кто не найден в книге жизни, тот брошен в озеро огнено. Может быть, всё-таки есть какие-то люди, которым по каким-то причинам, вот как абортированным детям, всё-таки они не пойдут в ад. Но войти в Новый Иерусалим они не могут. То я думаю, что я просто вот каких-то пару штрихов сделал, больше я не хочу идти. Я не могу описать, кто будет в спасённом народе. Но я могу вполне предположить, что существуют люди, которые не могут войти в Новый Иерусалим и составить невесту Христа, но они не обязательно должны пойти в озеро огненное. Это, может быть, не люди, которые греховную жизнь вели, а люди вот по каким-то причинам чего-то не достигли. Но это вопрос уже Божьего суда. Во всяком случае, Библия говорит, что какие-то спасённые народы будут ходить во свете Его. Ну, я высказал просто своё мнение. Вы поняли меня, да? Как избавиться от гордости, как научиться смирению? Мне кажется, что я уже отвечал на этот вопрос. Мне кажется, что я отвечал на вопрос. Это мы вчера там говорили на этот счёт. Я помню, что я довольно подробно об этом говорил. Видите, во-первых, я должен как-то очень коротко, схематично сказать, потому что это целая тема, целый разговор. Я хочу сказать, во-первых, мы должны всегда понимать, что смирение, оно начинается тогда, когда мы стоим у креста. Смирение рождается не от попытки согнуть себя, а от благодарности Богу. Когда человек начинает осознавать, что Бог для него сделал, и сознавая это действительно сердцем, а не просто умом, он начинает понимать такую вещь, что то, что Бог ему дал, это сокровище гораздо дороже всего остального. И поэтому он согласен принимать свою жизнь, это вот первые шаги, благодаря Богу заданное нам спасение. Это то, что немцы пели во время реформации в псалме «Твердыня наша вечный Бог» «Ein feste burchi sun zregot» – оно не переведено по-русски, так как оно звучало по-немецки. Последний куплет этого псалма содержит в себе такие слова. «Пусть у нас заберут наши дома, наших жен, наших детей, лишь бы с нами осталось Слово Божие, и Царство будет наше». Немножко жесткие слова, неожиданные, но они правильные. Никто не хочет, чтобы жену забрали, детей забрали, но Слово Божие стоит выше всего. Вот это понимание, оно смиряет человека. Потом это смирение показывает себя в разных обстоятельствах нашей жизни. Надо учиться смиряться. Надо, во-первых, понимать сам путь смирения. Что является смирением? Я помню, как мы в молодежи, еще будучи молодыми, ну, я был уже женатым человеком, но мы были молодыми людьми, мы сидели и обсуждали, что такое кротость и смирение, и как понять этот образ. И после этого мы пришли на молитвенное служение, и Бог исполнил духом сосуд, так же, как это сейчас. Она ничего не знала, эта сестра. Из нее пошло слово. Дети моего рассуждали, как научиться кротости и смирению. У этого есть только одна возможность. «Посмотрите на меня, я бы, я кроток и смирен сердцем». Это подражание Господу. Это действие в Его Духе. Это умоление. Это почитание другого высшим себя. Вот это нужно понимать. Это принятие своего пути. Я уже приводил это много раз. Это этот стих, который мне очень нравится, из Августина Блаженного. Его высказание, что всякий человек, который просит Бога послать ему смирение, он должен знать, что он просит Бога послать ему человека навстречу, который будет его оскорблять. Вы это уже много раз слышали, наверное, и в кассетах, и везде. Надо при вратности своего уничижения оставаться в страхе Божьем, верным Богу. Как раз очень многие трудные обстоятельства нашей жизни, они способствуют смирению. Вот так же, как вы даже сейчас читали, слышали, что на той площадке, на которой стою, действительно какие-то вещи, они вроде как освоены. А дальше он может оказаться очень трудным. Но это надо принимать. Держаться за Господа. Знаете, как учил антихайхийский христиан, Варнава, по-моему, да? Держаться Господа искренним сердцем. По-немецки этот стих звучит «держаться Господа всею крепостью сердца». Держаться Господа. Все смотреть через Него. Принимать трудности, учась надеяться на Него. Я бы сказал надеяться, но это надо учиться. Опять возрастать, опять достигать. И мы должны при этом всегда понимать, что когда мы входим в эту борьбу, то мы сами не можем все. Поэтому мы должны всегда помнить слова апостола Иуды. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа». То есть в этой борьбе я не могу победить. Но победивший дьявола даст мне свою победу, которую я ожидаю в терпении, продолжая жить им и ожидая от него помощи. Это, наверное, все. Да-да. Да. Это, например, с бабушкой, это как бы непонятно, например, с ребенком. Ну а вот, так сказать, в церкви, когда, например, ты должен человеку сказать, что он должен делать неправильно, ты говоришь, он, допустим, не принимает. Насколько нужно нахаживать на этом или еще какое-то отношение. То есть здесь просто смирение между братьями и все остальные церкви. И ваш вопрос рассказал о том, что проблема смирения в западных червях по поводу того, что значит очень много есть настаиваний на своих правах. То есть как вот избежать тогда эти проблемы? То есть вообще надо ли настаивать на своих правах? Ну я понимаю, что я начну с второго. Я понимаю, что христианину не свойственно настаивать на своих правах. Так написано, «Придай Господу путь твой, Он совершит, и видит как свет правду твой, справедливость твой, как полный». Конечно, здесь есть, здесь существуют тоже какие-то, скажем, определенные границы. Определенные границы. Мы иногда сталкиваемся с какими-то вещами, с какими-то, скажем, вещами просто в этом мире, где мы какие-то вещи должны все-таки отстаивать. Если подойдет тебе человек и скажет, «Отдай мне твою всю зарплату», то это будет неразумно отдать ему. Надо сказать, «Это моя вещь, я тебе ее не отдам». Потому что это такие вещи, они неправильные, понимаешь, да? Но вообще нам не должно быть свойственно настаивать на своих правах, поскольку написано, «Не протився злому, ударишь на тебя одной по щеке, а подставь ему вторую». Это наш образ жизни. Это не значит, что мы превращаемся в таких своего рода безвольных тряпок. Ни в коем случае. Но все-таки это внутренний дух человека, который, если он желает быть большим, он должен быть меньшим и всем слугой. Вот это вот состояние. Понятно немножко, да? Что касается церкви, вот того, что ты сказал, мы должны говорить. Конечно, если человек этого не принимает, человек этого не принимает, то мы не должны брать его за грудки и пытаться в него это втрясти. Я думаю, что в этих вещах вообще очень важно, чтобы прежде, чем нам пойти человеку что-то сказать, нам надо за него молиться. Нам надо за него молиться. Потому что, во-первых, нам надо понять, что движет нами говорить. Иногда я хочу пойти сказать человеку что-то, в чем он неправ, но меня сильно раздражает то, что он сделал. Все-таки в таком состоянии не получится человеку говорить. Если я человеку что-то говорю, то я должен говорить для его блага. а эту вещь, может быть, я и не все могу победить, но я хотя бы должен начать наступать на эти проблемы, умерщвляя плотские дела духом. Потому что, если все, что меня побуждает человеку сказать, это то, что он меня раздражает, то это плохо. Приходит и говорит, ты знаешь, у этого человека так много денег, христианин не должен быть таким богатым. Я говорю, ты понимаешь, что жизнь человека не зависит от избытка набранного? Конечно, понимаю. А вот его раздражает. Я говорю, ты пришел бы ко мне домой. У меня посреди комнаты целая гора. Гора прошлогодних листьев. Что бы ты сказал? Он сказал, я бы тебя не понял, зачем ты собрал такой мусор. А если у меня полная гора была бы сто долларовых бумажек? Гораза бух, вспыхнули. Я говорю, все дальше ясно. Надо решить эту проблему, а потом можно брату наставлять. Но если я наставляю брата, а на самом деле у меня это внутри есть, то, конечно, он понимает, что мне завидно, что у него это есть. Во-первых, нужно помолиться. Во-вторых, написано, чтобы мы в кротости наставляли противников, не даст ли Бог им покаяние и освободит их от сети дьявола. Чтобы наставлять кротко, надо иметь веру, что Бог на это ответит. А если веры нет, тогда мы кричим. Но бывают ситуации очень опасные. Бывают ситуации очень опасные, когда мы понимаем, что человек падает. Тогда в этот момент надо, если человек не слушает, подойти и сказать пастырю. Это очень плохо, если всё только пастырю говорится. Очень многие вещи бы решились, если бы не только служители наставляли, но весь народ в любви. Понимаете, человек делает неправильно. Неправильно. Вот мы так воюем, скажем, с этими разрезами на юбках периодически. Ну и всё только от кафедры, говорят, три-четыре. Ну да, потому что это такая борьба с переменным успехом. Надо честно сказать. Вроде ушло, а потом смотришь, опять что-нибудь на себя придумали, нацепили. Вот. Но если бы это говорили не только братья старшие, это бы говорил народ, причём бы сказал бы по-хорошему, сестричка, зачем тебе это? Сестричка, ну зачем тебе это? Знаете, та же молодёжь. Очень трудно выводить детей, верующих родителей, из их состояния, из их плотского состояния, потому что эти ценности, они многими понимаются и превратно. А если молодой человек попадает в церковь, где плотские вещи считаются за что-то низкое, даже если человек и не очень уезжают, он очень быстро чувствует себя не в своей тарелке. В этом смысле это говорит, но это должно быть не перебарщено, чтобы не превратили всех таких моралистов, которые только ходят друг за другом, смотрят и друг друга только вразумляют, какую юбку надо одеть, какую шапку надо одеть. Но человеку надо сказать, если это опасно, надо пойти говорить братьям. Это хорошо, когда мы можем в любви ненадоедливо, нераздражительно друг другу подсказывать и друг за другом молиться. Но если он не принимает, то, конечно, не надо так в толку вбивать. Понятно, да? У меня вторую половину слова. Ваше отношение к тому, что христианки стригут чёлки, носят обручальные кольца, носят брюки. Я не всё прочитал вчера. Ну, раз он не даёт, я буду отвечать. Я считаю... Про чёлки я уже сказал. Я думаю, там больше нечего говорить. Я не хочу эти слабые теряи. Я считаю, что брюки – это неприлично, сёстры. Просто неприлично. Одежда должна быть скромной, сдержанной и неброской. Одежда дана Богом людям для того, чтобы согревать его. Это вам всем понятно в Сибири? Да. И покрывать его ноготу. То есть одежда никогда не должна носить такой характер, чтобы она подчёркивала формы, объёмы и сексуальную особенность человека. Существуют такие специальные наряды блудниц, что лучше человека встретить вообще раздетого, чем в этом наряде. Он очень нехороший и вызывающий. Я считаю, что существует определённая разница, и вы тоже это понимаете, между устройством тела мужчины и женщины, при котором ношение одежды, которое показывает, скажем, длину её ног, она для другого пола может быть соблазнительна. Это не значит, что я соблазняюсь. но оно некрасиво. Прозрачная одежда, обтягивающая одежда, или такие юбки, как они носили в Германии, я так сказал, перевознутая бутылка. Она ходит туда чуть-чуть, потому что находить не может. Спереди обтягивают, внизу вообще просто. Я был в ужасе, когда первый раз это увидел, приехав из России. Я считаю, что это неприличная христианская одежда, также и брюки. Естественно, если сестра работает на стройке, она должна что-то надеть, потому что стоять в юбке на лесах, где снизу стоят мужчины, это вообще неприлично. Это ни в какие ворота не лезет. Но только человек должен понимать, что я сошёл с этого места и быстренько переоделся. А не так, что я встречаю в воскресенье, а она говорит, почему ты в брюках, а я на стройке работала. А в воскресенье, уже с пятницы два дня прошло. То такие вещи встречаются. Это ненормально. Человек должен для себя понимать, что целомудрие – это красиво. Понятно, да? Что касается колец. Мы не при... Вот я почему сказал? Я тогда буду отвечать, как я понимаю. Значит, я понимаю, что украшения в форме перстней, серёжек, они нам неприемлемы. Что касается обручального кольца, то мы должны понимать, откуда это пришло. Это пришло с очень простого места. Положи меня, как печать на сердце, как перстень на руку твою. Любой еврейский раввин вам скажет, что это одна из традиций, которые подарены евреями миру. Ни одна еврейская свадьба не будет признана действительно раввинатом, а в Израиле существуют только раввинские свадьбы. Почему наши верующие не могут там вступать в брак, они расписываются все на Кипре? Потому что они должны идти через эту раввинскую. Она должна иметь в себе два элемента хупа и кедушин. Хупа, это их ставят под такой паланкинчик, навес, ну как, я не знаю, как это самое, накидочка такая. Они должны под ней обязательно стоять. Это символизирует, что он вводит свою невесту в шатёр Сары, матери своей. Как шатёр над головой. Это не значит, что надо это повторять. Я вижу, что в последнее время кто-то по-турецки хочет брак сделать в Германии, кто-то ещё как. Я вам просто рассказываю. Кедушин – это следующее. Жених берёт кольцо, показывает и всем, одевает на палец невесты и говорит при этом такие слова. Этим кольцом ты освещаешься мне от всех мужчин по закону Моисея Израиля. И с этого момента она считается его женой. Поэтому я совсем мирской традицией это назвать не могу. Как вы видите, у меня кольца нет. Мы этого не носим. Считать это совсем превратным я не могу. С другой стороны, я понимаю, что наша святость, наша святость, она строится на трёх таких пунктах. Мы не должны оскорблять святость Бога, то есть держаться в его заповеди. Мы не должны оскорблять свою совесть, то есть когда я чувствую что-то не по совести и не знаю, как поступить, я это не делаю. Если моя совесть говорит, что тут что-то не так, я этого не делаю. Сначала я не знаю, поэтому я сделаю, потом разберёмся. Нет, если я чувствую, что моя совесть меня обличает, я этого не делаю. И третье, я не должен оскорблять совесть ближнего. То если в церкви эта вещь считается неприемлемой, то она неприемлема. И это Слово Божье. Совесть близкого, ближнего обличать, а оскорблять нельзя. Мой подход к этому вот такой. В самом по себе обручальном кольце я вижу старую еврейскую традицию. Саму по себе неплохую. Саму по себе неплохую. С другой стороны, нам совсем не обязательно повторять эти традиции. В Европе это было настолько распространено, у нас приехала очень благочестивая сестра. Это было ещё до нашего приезда. Сейчас всё тоже смешалось. А в те годы они приехали в конце 70-х годов. У неё восемь детей или семь или девять она идёт рождать следующего. И когда она зашла в больницу, они спрашивают какой у нас ребёнок. Она говорит девятый. А она спрашивает и все от разных мужчин. Она говорит почему? На вас нет обручального кольца. У нас так только блудницы ходят. Но вы понимаете, это тоже надо было учитывать. Это вопрос такой. Я просто его вчера опустил, потому что это не к месту было. Но раз Петр повторяет этот вопрос, то вопрос обручального кольца более сложный. Хотя я без него хожу, и никто не умрёт, и ничего не будет. Здесь очень важно понимание, что я не вижу в этом такого прямого запрета Библии, но оскорблять совесть и чувство другого человека нельзя. И в этом смысле это определяется церковью, это определяется братством. Может быть в разных местах немножко по-разному. Если из обручальных конец начинают расстать всякие штучки такие, это очень плохо. Если нет, то это вопрос. Но я думаю, я сказал. Так. После проповеди на конференции уверена, что в своей жизни и в жизни моей семьи надо кардинально всё менять. Понятно, что из меня столкнулись я с недовольствием, негодованием и так далее. Как вести себя? Проводить время в молитве и ждать? Ну, я думаю, что менять надо. Пётр очень хорошо об этом сказал, потому что это будет очень неразумно. Всё-таки написано, что кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нём, то он блажен будет в своём действовании. Кто взглянул и не исполняет, тот отошёл от зеркала и забыл, каков он. Я думаю, что надо действительно менять, если человек, я не знаю, кто это, брат, сестра, если человек чувствует, что надо менять. Опять надо понять, что значит столкнуть с недовольствием, негодованием. Кого? Мужа, жены, родителей. Если ты столкнёшься с негодованием этого мира, то тут ничего другого и ждать не приходится. Вот что, если нас злословят, то мы блаженны, имён хулица нами прославляется. Конечно, это не значит, что надо вести себя вызывающе. Если вопрос родителей, вопрос мужа, конечно, это сложнее. Но всё равно, так как написано, что те, кто из вас не покоряются, слову, между прочим, не написано, что они верующие, а просто слову не покоряются, они должны быть через жизнь жен приобретаемы, да? Они должны быть через жизнь жен приобретаемы. То есть, это не должно быть, что теперь человек пришёл домой и говорит, знаешь что, мой дорогой, я на конференции поняла, и он втянул голову в плечи и думает, чему её там научили? Ты покажи это жизнью. Мудрый, кто разумен, покажи это добрым поведением с мудрой кротостью. Если тому, что, конечно, там немножко другая ситуация, но всё равно это не должно быть так, что пришёл взвод, стройся, жена, дети, я теперь вас перевоспитываю. Это так не должно быть. Это должно делаться как-то с любовью и в любом случае, как правильно сказано, на коленях. Так, чтобы получить терпение и смирение, может ли так? Господи, пошли мне скорби и унижения. Нет. Можно сказать, Господи, помоги мне смиряться, научи меня терпению. Только не молиться так, как один молодой человек молился. Господи, дай мне терпение, только быстро ждать я не умею. Вот так не пойдёт. Вот. И надо понимать, что Бог начнёт учить. У тебя возникнут трудности, у тебя возникнут проблемы, но никогда не вызывайте на свою голову огонь. Никогда не вызывайте на свою голову огонь. Я бы даже сказал наоборот, научи мне терпению, научи мне смирению, помоги мне всё перенести, что на этом пути надо. Сделай. Вы знаете, у нас есть один брат, он молится, Господи, посети нашу Германию не как судья, а в благодати Твоей. Мы решили закончить первую половину дня молитвой. Ну и к молитве, слушая те откровения, которые были, и слушая вопросы и ответы, я хотел бы вкратце сказать. Ну, прежде всего, наверное, я прочитаю один стих Священного Писания. Я часто на эту тему в церкви, даже говорю слово. Евангелие от Луки, 9 глава, 29 стих. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою блестящую. Мы потом остановим внимание. я бы хотел несколько сказать относительно вопросов. Здесь отца брат Николай задал вопрос относительно слов любви и твердости или мужества или настойчивости. вы знаете, эти слова на первый взгляд, то есть без христианского евангельского смысла, безусловно, противоречат. Потому что любовь – это что-то такое мягкое, доброе, мужество – это что-то такое твердое. Дело в том, что христианский принцип должен исходить из внутреннего состояния сердца или духа. Можно быть твердым сияющими глазами с любовью. Настаивать, но внутри тепло, свет и мир. Я помню, когда я был в следственном отделе, когда нас судили, он задает вопрос, я ему отвечаю. Он этот же вопрос заходит с другой стороны. Я терпеливо ему повторяю. Он с третьей стороны, он уже раздражается. Я терпеливо его повторяю. Это твердость. Но в мире понимается твердость. Ты перестань. Понимаете? Поэтому любовь и мужество в христианина это совместимо и это должно быть. Поэтому мы должны смотреть, я часто говорю, хотя и вчера немножко останавливали внимание, не что мы говорим или делаем, а чего мы говорим и делаем. вот суть. И я часто говорю, когда встречаешь или слышишь не то, чтобы ты хотел и это задеет, вот, члены могут сказать, я часто говорю, положь руку на уста и не открывай, ибо скажешь с раздражением, с недовольствием, с обидой. Говорить и открывать уста надо тогда, когда можно так смотреть. Несмотря на то, что эти слова. Поэтому основа это внутреннее состояние или как всю конференцию показывали наше, я бы выразился словом, общение с Богом, о чем я в Барнауле говорил. Второй вопрос, на который я хотел бы отметить, как избавиться от гордости. Вы знаете, это вопрос очень нелегкий, но в моем понимании он простой, но тяжелый. И вот об этом я хотел бы обратить наше внимание и к тому, что я прочитал, и тому, что были откровения относительно, что сливается благодать, относительно то, что не на всех, относительно того, что мало или много, я бы выразился, не хватает ко всему сказанному одной детали. Хотя не конкретно, но Петр уже об этом показывал. если мы видим что-то гордость или что-то другое, что мешает нам иметь должное состояние, важно искренне покаяться, исповедоваться, важно простить того, кто тебя обидел или на кого имеешь или попросить прощения. Иначе можно молиться, можно находиться в такой благодати, где действует на сердце. Что значит закрытое? Это сердце, не имеющее мира с Богом и окружающими. Это на кого-то что-то имеет, недовольствие, осуждение, обиду. Так надо это открыть Богу, а может и исповедоваться, чтобы именно исцелиться. Для чего я прочитал этот цих? Когда молился, вид лица изменился. Я, да и братья уже говорили, что можно и по лицу, по лицу узнать, что там есть. Его одежда изменилась. Но не важно, что не будет внешне измениться или нет, но важно молиться, чтобы внутренность изменилась без покаяния, без прощения и без молитвы все будет завтра, как и сегодня. изменяя. Поэтому конкретно, чтобы, допустим, гордость, если она не проявлялась в делах и словах, то Господь сказал, Господи, но ты видишь изменимое гордое сердце. Господи, я сознаю, что я такой или такая плохая. Недостаток. Тут не молитва нужна, а молитвы и моления, чтобы Бог изменил сердце. Другого пути не ищите. Некоторые могут искать с одной стороны правильно братьев для исповедания, для помощи, но если, допустим, именно души не могут лично осознать, осудить, а хотят, чтобы по молитве других не получается это. Поэтому я говорю, исповедовать надо то, что мы сделали, конкретно сделали, поступили. А то, что живет в нас, это надо с верою в молитвы приходить и Бог Духом Святым наполнит и исцелит. я в себя не один раз говорил, тоже они могут подтвердить. Поймите, что Бог может настолько наполнять наши сердца благодатью и любовью, что самого плохого человека можно так тепло смотреть и чувствовать хотя бы для него нет невозможного, он меняет. ну все, это теория, а чтобы была практика, закончим молитвой. Господний, я вчера получила дар Духа Святого. Аллилуйя. Пожалуйста, кто это? Сестра, да? Благодарность Господу, что Он с нами. Слава Господу. Ну, конечно, на такой вопрос уникальный полного ответа я не дам, потому что это так. Только я попрошу улыбнуться можно, смеяться нельзя. Почему в церквях очень много холостых? С чем это связано? Духовно в этом сторона или несостояние братьев и сестер? Конечно, я понимаю, что раз это к нашим церквям, то вопрос мой. По этому вопросу вообще-то я мог бы говорить много, но я прежде всего скажу кратко, это вопрос индивидуальный, неоднозначный. Вы знаете, в нас в Новосибирске вряд ли, ну, вообще-то, может и больше, есть братьев, которые я не могу женить, есть сестры, которых нельзя отдать замуж. Здесь причины очень разные, очень разные. Хотя я бы сказал, что и тем, и другим не надо огорчаться. Все то, что вчера и сегодня здесь было, довериться Богу и покоиться с Богом, он управит и проведет тем путем, который он определил. А если изменим без его воли, не ко благу, мягко сказать. Вот чем суть. Ну, а таких как бы внешних причин, кого я хочу, она не хочет, а кого она хочет, я не хочу. Вот и все. Много таких причин. Но в некоторых случаях я уже с молодежью себя говорил. Приходит ко мне такой, конечно, не такой с усами, а молодой, и говорит, Алексей Игнатьевич, я хочу жениться. Ну, а я уже говорил, что я в Новосибирске вот будет 50-летие, а я с ноля в церкви. Так что всех знаю. Я говорю, а где будете жить? Богу смотрит. А как у тебя сработает? Богу смотрит. Ну, вот мы тебя вас сочетаем, куда пойдете? Богу смотрит. Ну, вы поняли, какой подход? Иди, когда у тебя будет жилье, и ты будешь работать, для того, чтобы содержать всем, тогда придешь, по вопросу женить будет. Он смотрит, так и придешь. То есть, подчас бывают просто несерьезные личности, несерьезный подход. То есть, очень и очень разные причины бывают. Очень разные. Но мы, вы знаете, я не буду называть, недоволен или внутри такой осадок. Я посетил не нашего региона, а одну церковь. ко мне подходит пресс-фитер и говорит, Алексей, понимаешь, у нас, когда бывают региональные, половина региональных разговоров, как женить и как отдать замуж. меня это удивило. Вы понимаете? Ему самому это, что мы говорить должны на региональном о Боге, о жизни и служении с Богом. Полурегионального, у кого есть сестры, у кого есть братья, и все прочее. Очень заботятся, но это тоже, я считаю, ненормально. Нормально то, что я вначале сказал. Довериться Богу. Лично, конечно, в нас могут некоторые считать меня, что я мало заботился, но я усматриваюсь, стараюсь, даже в себя записываю, кое-кого записываю, что есть такая там-то, 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 заботюсь. Но для того, чтобы, допустим, уже на братских вместо молитвы рассуждать и говорить, я считаю, это минус. Минус. И там, где внешние вопросы стоят на первом месте, конечно, о той церкви, о тех, нельзя сказать, что там должное благословение. Поэтому конкретно на вопрос, почему в некоторых духовная, в некоторых внешняя сторона, в принципе, я лично никого не побуждаю жениться или выходить замуж. Но я никому не возражаю и не препятствую. А некоторые есть, которые именно, знаешь, тоже не буду называть. Одна сестра была в одной такой известной церкви и говорит о таком Петре. К примеру, конечно, привожу. А говорит, у него быстро женят и замуж дают. Но зато быстро и расходятся. Я этого не хочу. Я так не считаю. Поэтому, допустим, в миру должно быть на первом месте духовное состояние служения Богу. А этот вопрос... Я понимаю, я даже вижу, допустим, в нас в церкви, что некоторым сестрам тяжело. Но такие обстоятельства ничего нельзя предпринять. Ну, ну, не будешь ей прямо говорить, я просто говорю, ну, вижу, что так Бог ведет. Именно Бог так ведет. Душа должна смириться, довериться. Может, ты добавишь, брат? Немножко. Алексей Игнатьевич, уже маленько тут рассекречился. Теперь сестры будут думать, как в ваш список попасть. Я хочу сказать о том, что, конечно, как служителя, служители, то, наверное, каждый служитель имеет эту заботу и молится. Знаете, но есть ситуация, когда даже Бог останавливает. У нас была такая ситуация, когда мы, в принципе, дали согласие, согласие на один брак, и уже было объявление. Но, знаете, как-то что-то нас насторожило, поведение жениха, он все ускорял, быстрее, давайте, как-то маленько неестественно. Мы просто вознуждались, давайте помолимся, братья, что-то, как-то сердце неспокойно. И когда мы совершили молитву, знаете, показано откровение, я вот братьями делился в дороге, мы беседовали, сидит жених и невеста за столом, наряжены, а стол пустой, ни гостей, ни угощей, ничего нет. Знаете, и там еще какие-то были подобные откровения, знаете, и мы решили, давайте мы как-то притормозим немножко, что-то уж откровение не совсем хорошее, побеседуем с обоими, чтобы как-то, знаете, и когда мы сделали небольшой тормоз, то все быстро проявилось, все быстро проявилось, этот жених взорвался, загулял, и все, в мир ушел. То есть, понимаете, а представьте, если бы мы не проявили бы чуткость в этом вопросе, а просто бы так бы, ну все, давайте живите, как встречается, давайте, знаете, по-человечески все созидать, то была бы беда, была бы беда, поэтому, где-то бывает, останавливает Бог, а где-то бывают такие ситуации, когда верующие, не внимая предосторожностям, научениям, увещеванием, они, знаете, стремятся свое счастье сами скувать, и были такие у нас ситуации, когда, знаете, даже в армию ездила сестра, ну и что? Ну, поженился, прошло немножко, он бросил и ушел, поэтому, о чем было сказано, лишь только подчеркивайте слова, друзья мои, это судьбы, это ситуация, когда ничего не вернешь назад, поэтому, как важно доверить действительно Господу путь, доверить Господу, а может быть, кому-то дано в одиночестве прожить здесь, мы не знаем, друзья мои, в Писании сказано, что сердце человека обдумывает путь его, но совершится определенное от Господа, друзья мои, вот в чем дело, о чем говорил брат Ильича сегодня, что Богом мы никогда управлять не будем, то Он нами управляет, друзья мои, поэтому нужно довериться в Его руки, Господи, и помоги мне неси свой крест, как Ты определил, и, ну, конечно, желание нужно, нужно открывать и приносить, и молиться, потому что Бог устрояет, но совершается определенное от Него, дабы оставить Господь, и мы все. Сейчас послушаем, как в Германии обстоит это. Мне было очень интересно это послушать, как у вас. В Германии-то все наоборот, они очень рано женятся и выходят замуж. Молодежь с 16-ти у нас, к 20-ти их остается очень мало. Там есть такие моменты, когда они карауляют сестер, чтобы они приняли водное крещение в 18-ти лет, и сразу уже тут же, сходу. Я скажу, мне отчасти нравится то, что я услышал здесь. Все-таки я думаю, что отчасти некоторые люди, они не спешат вступать в брак, желая послужить Господу. С другой стороны, я скажу, что мне, может быть, бы хотелось, чтобы люди в Германии немножко позже выходили замуж и женились, но вы себе не представляете, насколько развратная среда, в которой мы живем. И я вам ничего не скажу. Я братьям сказал, рассказал немножко. Это ужас. Это очень близко идет в сторону действительно состояния Содома. Поэтому, когда они в 18 лет вступают в брак, мы, в принципе, довольны. Потому что это лучше, чем подвергаться постоянным искушениям отовсюду. Поэтому у нас такой проблемы в принципе не существует. Хотя все равно есть люди. Люди вообще считают, что они до 20 лет должны выйти замуж. И мне приходилось встречаться с такими случаями, когда приходили сестры и говорили, вот я разбита, я уже старая, меня никто замуж не берет. Я только ей собрал, скажу, «Деточка, сколько тебе лет?» Она мне такое выдает. Я говорю, «Сколько тебе лет?» 23. Все, у меня слова кончаются после этого. Это их психология, потому что это не очень хорошо. У меня не так везде. У меня дочки вышли замуж, где-то им было по 22-23, они спокойно относились. Сейчас выходит замуж вот эта рыженькая Ханя, ей 25 уже. А одна вышла, она очень рано вышла, ей было где-то 18 или 19 лет, по-моему, между этим. Я тоже понимаю, что там это так все правильно. Поэтому в Германии ситуация другая. Я скажу, что то, что отчасти если это у вас связано с тем, что люди хотят послужить Господу, то это не так плохо. Но я все-таки бы сказал братьям. Сестер в этой ситуации нету. Это к сестрам не относится. Знаете, вы все-таки этим вопросом не пренебрегайте. Я понимаю, что человек, когда он имеет дарование как Павел, это хорошо. Но это должно быть как Павел. А не так. Я лежу на диване, смотрю в потолок, я как Павел, потому что я неженатый. Это никакого отношения к Павлу не имеет. И очень во многих случаях такое легкое отношение к жизни, оно сильно вредит. А человек, когда он... Вот мы замечали, что даже такие немножко легкомысленные, но не совсем легкомысленные, такие несерьезные люди, девушки, юноши, братья и сестры, когда они вступают в брак, они сразу становятся серьезнее. Жизнь по-другому воспринимается. Дети, семейные отношения, то, что дети себе иногда позволяют в родительском доме, они не всегда себе позволят по отношению к жене и к мужу. Они уже что-то немножко понимают. И в этом смысле семейная жизнь, если у тебя только нету призвания действительно быть безбрачным, то этой вещами не надо пренебрегать и не надо думать, я как Павел, на самом деле там два пишем, два в уме, а в уме совершенно другой я пользуюсь своей свободой. Смотреть, надо быть, надо к жизни относиться серьезно. И хотя я тоже никогда, как и Алексей Игнатьевич, никого не мог побуждать к этому, но все-таки я считаю, что особенно в трудные времена семьи очень сильно защищают людей на пути испытаний. Очень сильно. Что касается сестер, то здесь я сто процентов согласен, поскольку это не в вашем выборе и вам не надо искать, что выбирать, то вам надо молиться. Я считаю, что церковь не должна, конечно, этого на братских обсуждать, но молиться она должна. У нас были такие служительские молитвенные в Москве, и когда мы увидели, что у нас какое-то время довольно долго не было браков, то мы провели, просто посвятили одно служение целиком тому, чтобы особенно сестры, кто уже немножко постарше, не 23 года в Москве было, но постарше, чтобы они нашли себе семьи. И Бог в короткий срок дал нам пять браков. За это надо молиться, Богу надо доверять. Ну вот это все. Спасибо. Спасибо.